МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Две трагедии за один день. 26 июня в Сидельниковском районе утонул 18-летний парень. Он рыбачил в пруду, поскользнулся с плоти, но упал в воду и не смог выплыть. Следователи начали проверку. Еще одно происшествие на воде в Большереченском районе. По предварительным данным, 18-летний молодой человек, отдыхая вместе с друзьями на берегу реки Большая, в районном поселке Большеречи, решил переплыть на другой берег. Когда он возвращался, то он стал тонуть. Ребята пытались его спасти, но это не удалось. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства случившегося, а также выясняют, какие условия жизни воспитания несчастнолетнего были в семье. В летний сезон спасательные службы в полной готовности. Инспекторы ГИМС запустили акцию, чтобы предотвратить происшествие. Рейды каждый день. Судоводителям напоминают о правилах, обращают внимание на нарушения. Вы правила плавания читаете? Знаете, как вам ходить? А вы знаете, что у нас правостороннее движение? Правостороннее – это говорит о том, что у нас обстановка должна быть с правой руки. Вы следовали левой кромкой. В районе пляжи запрещено маневрировать на гидроциклах. Купающимся нельзя подплывать ближе, чем на 100 метров. Несмотря на маломерность судна, владельцу нужна регистрация. Инспекторы вправе проверить документы. С документами все хмаретки, прекрасного плавания. Спасибо. Сейчас в Омской области зарегистрировано 54 гидроцикла. Последний рейд прошел без штрафов и серьезных нарушений. Однако с начала навигации составлено 54 административных протокола. Большинство – за нарушение правил плавания или отсутствие спасательных жилетов. Суда всегда должны быть укомплектованы. Это должны быть спасательные жилеты, спасательный круг, спасательный конец Александрова, кошмар и черпак. По прогнозам синоптиков, в Омской области потеплеет до плюс 31 градуса. В жару нередко бывают происшествия на воде. Спасатели напоминают – купаться можно только на официальных безопасных пляжах. Но даже там нельзя оставлять без присмотра детей. Угнал, разбил и бросил. В полиции рассказали об очередном происшествии. 42-летний владелец припарковал АКУ на улице Демьяна Бедного. Утром автомобиля не обнаружил. Его на первом украинском переулке заметили очевидцы. Машина была повреждена. Выяснилось, пьяный 29-летний Амич разбил стекло, завел чужое авто и поехал к себе домой. По пути врезался в забор там и оставил АКУ. Угонщика задержали. Ранее он был судим за кражи и незаконный оборот наркотиков. Теперь уголовное дело возбуждено за неправомерное завладение автомобилем. Сумма ущерба – 60 тысяч рублей. Мужчине грозит до 12 лет лишения свободы. Экс-директору Пятого театра предъявлено еще одно обвинение. Теперь Никиту Гриншпуна подозревают в присвоении и растрате. По версии следствия, 49-летний художественный руководитель фиктивно устроил менеджерам свою сожительницу. Ее убедил, что это законно. Фактически женщина не выполняла обязанности, но два года получала зарплату до 35 тысяч рублей. Деньгами распоряжался сам Никита Гриншпун. Общий размер ущерба театру – свыше миллиона рублей. Дело будет рассматривать Первомайский районный суд. Экс-директору грозит еще до 10 лет тюрьмы. Напомним, сейчас он отбывает срок за аналогичное преступление. Приговорен к 4,5 годам в колонии строгого режима и выплате 8,5 миллионов рублей штрафа. Огромные лужи и неприятный запах. В Омске очередной прорыв водопроводных сетей. Авария на улице 10 лет октября. Как сообщили телеканалу Омск ТВ очевидцы, вода начала прибывать еще 23 июня. За несколько дней затопило тротуары и участок детского сада номер 96. Мы обратились за комментарием в Омск водоканал. Повреждения на вводе в детский сад. Бригада выехала на место после получения заявки, и вода из повреждения была отведена в канализацию. Так как в будние дни дошкольные учреждения принимают детей, и для нормальной работы детского сада требуется вода, ремонтные работы Омским водоканалом запланированы на ближайшие выходные дни, 29 и 30 июня. Нам потребуется отключить ресурс, но это никак не скажется на работе дошкольного учреждения. Мы проведем свою ремонтную работу, и детский сад в понедельник спокойно примем детей. Вода из крана бежит очень холодная, и приходится греть воду. Проблема с горячей водой в Омске набирает обороты. В редакцию телеканала Омск ТВ обратились жители микрорайонов входной. Плановое отключение здесь было с 27 мая. Воду ждали 9 июня. Однако с 13 в кранах снова только холодная. Воду приходится при каждом мытье греть. Посуду тоже очень неудобно мыть. Конечно, лето, каникулы, дети все дома находятся. Звоним, пишем в инстанции. Они только, как сказать, завтраками кормят, завтрак включат, завтрак включат, завтрак включат. Объявления на подъездах гласят – воды нет из-за опрессовки системы отопления. Коммунальщики перекопали один из участков. Мы обратились в мэрию, чтобы прояснить ситуацию. В связи с имеющимся повреждением на трубопроводе тепловых сетей по адресу микрорайон входной 25 отключено горячее водоснабжение потребителей. В настоящее время проводятся работы по прокачиванию тепловых сетей и определению объема необходимых работ. После чего будут установлены сроки завершения ремонтных работ и восстановления подачи горячего водоснабжения. Специалисты пока не могут сказать, как долго в микрорайоне входной не будет воды. Напомним, ранее мы сообщали об аналогичной ситуации в Амурском поселке. В госжилинспекции Амичам советуют подать заявку в управляющую компанию на замер температуры воды. По итогу выдается акт. Он будет основанием для перерасчета коммунальных услуг. Это не избавит от неудобств, но позволит возместить часть затрат. Если в городе нет только горячей воды, то в районах вообще никакой. К нам обратились жители села Казанка Любинского района. Там и в соседних деревнях почти неделю ждут включения. В селах нет водоема, то есть у нас нет ни реки, ни озера, откуда можно было бы элементарно на какие-то технические нужды использовать воду. Мы живем в 21 веке, и холодная питьевая вода в принципе нужна в каждом доме, потому что это не только маленькие дети, но и для взрослого человека, особенно в такую жару, когда 30 с лишним градусов. Ты каждый день грязный, мокрый, копаешься в огороде. То есть это деревня, здесь без воды никуда. Для жителей организовали подвоз воды. Автоцистерны здесь встречают с пустыми бочками, ведрами и бутылками. На семью по несколько литров, но хватает запасов не всем и ненадолго. Сельчане пытались решить проблему. Ответы Омского обл. водопровода ясности не добавляют. В настоящее время аварийно-восстановительная бригада Омского обл. водопровода выехала на обследование участка с целью обнаружения порыва. К сожалению, в данный момент обозначить сроки восстановления водоснабжения в штатном режиме не представляется возможным. Сейчас жители Любинского района, микрорайона входной, Амурского поселка продолжают покупать питьевую воду, тратить деньги на электричество и постоянно испытывать дискомфорт. Телеканал Омск ТВ намерен передать всю информацию об аварийных отключениях в прокуратуру. Омская прокуратура обязала мэрию расселить жителей аварийного дома. Речь о здании номер 14 по улице 27-я Северная. Построена 61 год назад. Собственникам должны были предоставить новые квартиры в течение шести лет. Однако специалисты надзорного органа отметили – медлить нельзя. Состояние дома создаёт угрозу жизни и здоровью омичей. В целях защиты прав граждан и неопределённого круга лиц прокурорам Центрального округа города Омска предъявлено в суд исковое заявление о понуждении администрации города Омска и Департамента жилищной политики администрации города Омска принять меры к незамедлительному расселению граждан, проживающих в аварийном многоквартирном доме. В настоящее время исковое заявление находится на рассмотрении в Центральном районном суде города Омска. В Омских нефтяниках снесут аварийный дом. Речь о здании номер 55 по улице 20-го портсъезда. Это соседняя постройка рядом с той, где в августе 2022-го обрушилась стена. Повторение истории допустить нельзя. 55-й дом признали аварийным и подлежащим сносу. Сейчас есть угроза обрушения крыши. По закону собственников обязаны расселить, предоставить новые комфортные квартиры. Постановление об этом подписано, однако сроки вызывают опасения. На расселение отведено 7 лет до конца 2031 года. 11 тысяч вакансий. В Омске пройдет Всероссийская ярмарка, трудоустройство, работа России, время возможностей. 28 июня в Конгресс-холле соискатели ждут карьерные мастерские, профориентационные тесты, бесплатные консультации и встречи с потенциальными работодателями. Предложение презентует почти тысяча компаний из различных отраслей. От оборонного комплекса до культуры. Также амичи смогут принять участие в онлайн-марафоне. Что это такое? Зачем приходить на ярмарки трудоустройства? Реально ли найти там работу? И что делать, если трудиться хочется, но навыков не хватает? Об этом и не только мы поговорили с руководителем Департамента занятости Министерства труда и социального развития Омской области Олесей Каэль. Смотрите интервью сразу после выпуска новостей. Продолжение следует... Продолжение следует...